иммануил кант философ 18 века назвал химию своего времени наукой но не совсем наукой потому что она не опиралась на математику по крайней мере до столетия спустя то же самое можно сказать и о биологии изучающий жизнь в математике физике квантовой физики и так далее существуют константы физические величины которые считаются универсальными и неизменными биология же считалась слишком сложной слишком запутанной чтобы ее могли управлять простые естественные законы но в 1997 году физик-теоретик из лос-аламаса объединился с двумя биологами чтобы описать универсальные законы масштабирования которые как оказалось применимы ко всем организмам существуют ли какие-либо клинические последствия подобных теорий было опубликовано удивительное наблюдение количество ударов сердца за всю жизнь удивительно одинаково будь то хомяк вплоть до кита так хотя мыши живут менее двух лет их сердцебиение составляет около 600 ударов в минуту до 10 ударов в секунду в то время как сердце голопогоской черепахи бьется в сто раз раз медленнее но живет она примерно в сто раз дольше такое удивительное соответствие в количестве ударов сердца у животных за всю их жизнь позволило задать провокационный вопрос можно ли продлить человеческую жизнь за счет замедления сердцебиения другими словами если человеку предопределено иметь около трех миллиардов ударов сердца за всю жизнь то может ли сокращение средней частоты сердечных сокращений продлить жизнь это не просто академический вопрос если все обстоит именно так то можно предположить что снижение частоты сердечных сокращений с более чем 70 ударов в минуту до 60 ударов в минуту как у многих спортсменов теоретически может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет это кажется немного необычным но именно так и работает научный метод исследователи начинают с наблюдения например с этих поразительных данных о сердцебиении а затем делают обоснованное предположение или гипотезу которую затем можно проверить как можно продемонстрировать продлевающий жизнь эффект замедления сердцебиения у людей возможно первой попыткой в этом направлении было бы выяснить живут ли люди за замедленным сердцем дольше при этом следует отметить тот факт что не существует лекарство которое просто снижало бы чисто у сердечных сокращений и которое исследователи могли бы давать людям поскольку такие препараты к бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений но при этом понижают кровяное давление таким образом эти препараты не идеальны для проверки поставленного вопроса и действительно из накопленных к настоящему времени данных мы знаем что высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя то есть скорость биения сердца когда мы просто сидим в покое связано с увеличением смертности среди населения в целом а также среди людей с хроническими заболеваниями более высокая частота сердечных сокращений может привести к более высокой смертности более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связано с более короткой продолжительностью жизни и считается независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности вы можете видеть как люди с более высокой частотой сердечных сокращений, примерно в два раза чаще сталкивались с сердечной недостаточностью в течение следующих пятнадцати лет, как среди людей среднего возраста, так и среди пожилых людей, мужчин и женщин. И что очень важно, эта связь между тем, как быстро работает ваше сердце, и тем, как быстро проходит ваша жизнь, не зависит от физической активности. Сначала я подумал, ну конечно же, более низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с большей продолжительностью жизни. У кого действительно медленный пульс? У спортсменов. Как видите, чем выше физическая подготовка, тем ниже пульс в состоянии покоя. Но нет, исследователи обнаружили, что независимо от уровня физической подготовки, люди с более высоким пульсом в состоянии покоя живут хуже, чем люди с более низким пульсом. Так что, похоже, это не просто маркер риска, а полноценный фактор риска, не зависящий от того, насколько мы здоровы или как много мы занимаемся спортом. Почему? Когда наш пульс учащен 24 часа в сутки, даже когда мы спим, все эти пульсирующие нагрузки могут разрушить некоторые эластичные волокна в стенке артерий, в результате чего они становятся жесткими. Это не дает артериям достаточно времени для расслабления между ударами. Таким образом, чем быстрее сердце, тем жестче артерии. Но существуют самые разные теории о том, как увеличение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя может сократить время нашего пребывания на Земле. Как бы то ни было, эта взаимосвязь теперь хорошо известна. Это не просто маркер основной патологии, это не просто маркер воспаления. Важно отличать фактор риска от маркера риска, потому что если вы контролируете фактор риска, вы контролируете риск. Но если бы это был просто маркер риска, то не имело бы значения, снижаем ли мы частоту сердечных сокращений. Но теперь у нас есть доказательства, полученные в ходе испытаний лекарств. Теперь, когда действительно существуют препараты, влияющие только на частоту сердечных сокращений, что снижение частоты сердечных сокращений снижает смертность. На данный момент это было показано как минимум в дюжине исследований. В принципе, мы не хотим, чтобы наше сердце билось чаще, чем один удар в секунду в состоянии покоя. Вы можете измерить свой пульс прямо сейчас. Для максимальной продолжительности жизни цель один удар в секунду. Но не волнуйтесь, если ваш пульс слишком быстр. Частота сердечных сокращений – это модифицируемый фактор риска. Да, есть лекарства, но есть и образ жизни, который может снизить наш пульс в покое. И это видео уже слишком длинное, поэтому далее я расскажу о том, что мы можем с этим сделать. Накопленный массив доказательств, связывающих повышенную частоту сердечных сокращений в состоянии покоя с сокращением продолжительности жизни даже у внешне здоровых людей, убедительно доказывает, что это следует учитывать при оценке риска. У этого метода есть серьезные преимущества. Измерение пульса стоит недорого, занимает мало времени, понятно людям, и это то, что каждый может делать дома, чтобы оценить свой прогресс и стать активным участником в управлении своим здоровьем. Каждые 10 ударов в минуту связаны с увеличением риска преждевременной смерти на 10-20%. Похоже, что риск постоянно увеличивается с ростом частоты сердечных сокращений, по крайней мере, при значениях выше одного удара в секунду. Поэтому мы можем посмотреть на часы, и если наше сердце бьется быстрее, чем проходят секунды, даже когда мы сидим спокойно, значит нужно что-то с этим делать, особенно когда начинает подниматься до 80 или 90. У мужчин без видимых признаков сердечных заболеваний с пульсом 90 риск внезапной сердечной смерти, то есть первый симптом станет последним, в 5 раз выше, чем у тех, кто находится в безопасной зоне. Жизнь при пульсе 90 повышает риск сердечных заболеваний на уровне, аналогичном курению. Однако, если спросить большинство врачей, 90 считается нормальным показателем. Принятые границы частоты сердечных сокращений уже давно установлены на уровне 60 и 100 ударов в минуту. Как они к этому пришли? Это было принято из соображений удобства, просто исходя из шкалы квадратиков на бумаге ЭКГ. Историческая случайность, как и клавиатура QWERTY, которая просто стала нормой. От 60 до 100 это даже не колоколообразная кривая. Эти кардиологи измерили частоту сердечных сокращений 500 человек и пришли к выводу, что 4595 – лучшее определение нормы, округлив до 5090, с чем согласился опрос ведущих кардиологов. Теперь мы знаем, что нормальный показатель не обязательно означает оптимальный. Но врачи не должны говорить людям с частотой сердечных сокращений в пределах 50, что их пульс слишком низкий. На самом деле, пульс у этих людей может находиться именно там, где ему следует быть. Конечно, пульс выше 80 должен вызывать тревогу, но что мы можем с этим поделать? Упражнение – одна из очевидных возможностей. Как ни странно, вы заставляете сердце работать быстрее, поэтому в остальное время оно бьется медленнее. Польза физических упражнений для здоровья, особенно для защиты сердца, широко признана. И среди множества биологических механизмов, объясняющих этот снижающий риск-эффект, регуляция работы сердца вегетативной нервной системой – это способность вашего мозга замедлять сердцебиение в состоянии покоя. Если подвергнуть людей 12-недельной программе аэробной подготовки, включающей езду на велосипеде, занятие на тренажере StairMaster и бег на беговой дорожке, может снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя с 69 до 66, то есть на 3 удара в нутах. Нужно попродолжать в том же духе. Стоит прекратить тренировки, и частота сердечных сокращений в покое снова поднимется. Однако физические упражнения – это лишь один из способов снизить частоту сердечных сокращений. Путь к сердцу может лежать и через желудок. Что если вместо трех месяцев упражнений вы будете три месяца есть бобы? По чашке в день фасоли, нута или чечевицы. Это первое рандомизированное контролируемое исследование бобовых для лечения диабета. И действительно, участники успешно улучшили контроль сахара в крови, снизив средний уровень гликированного гемоглобина с 7,4 до 6,9. Но это также было первое исследование, в котором оценивалось влияние потребления бобов на частоту сердечных сокращений. И, по сути, одно из немногих, в котором определялось влияние на частоту сердечных сокращений любого диетического вмешательства. Это особенно важно для диабетиков, поскольку более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя не только повышает риск смерти, как и у всех остальных, но и, похоже, предсказывает более высокий риск диабетических осложнений, таких как повреждения нервов и глаз. Итак, что же показали бобы? Снижение частоты сердечных сокращений на 3,4 удара точно так же, как и 50 часов на беговой дорожке. Мы не знаем, почему фасоль так же сильно, как физические упражнения, снижает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. В дополнение к потенциальному прямому положительному воздействию всех полезных веществ, содержащихся в бобовых, существует также потенциальная ценность смещения некоторых продуктов, содержащих животный белок. Как бы то ни было, нам стоит задуматься о том, чтобы есть бобовые для поддержания пульса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...